ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Если человек действительно голоден, и вы это видите, дайте ему денег, где хотите. Но лучше людям давать пищу, и это определит то, что им надо. Допустим, носите с собой, допустим, хлеб. Иногда хлеб пекут в булочках и заворачивают их, каждую булочку, в отдельный целлофан. У вас есть такое? Допустим, вы хотите жертвовать, у вас есть склонность. Ложить, кладите в сумочку свою, всегда несколько таких булочек. Взяли, положили, пошли. Видите, человек просит деньги, дайте ему булочку. Он скажет, булочка не нужна, нужны деньги. Булочку забрал, она в целлофане, ничего страшного, и пошел дальше. Потому что человек может просить только пищу. Если он одет, он может просить только пищу. Если он не одет, раздет, значит, его надо одеть. Что-то с себя сняли, одели? Можно одеть. Если он раздет, но раздет их, вряд ли вы увидите. Люди хотят кушать, и все, им нужна только еда. Поэтому, если человек не хочет деньги, пищу брать, значит, он вас обманывает. Он просто зарабатывает, поэтому надо дальше идти. Вы хотели что-то спросить? Вы знаете, дело в том, что это тоже бизнес. Я вам приведу такую историю. Одна женщина стояла с ребенком и говорила, что у ребенка такая-то болезнь, которую я лечу. Моя жена проходила мимо, увидела эту женщину. И подошла к ней и сказала, вы знаете, у меня муж хороший врач. Давайте я сейчас прямо им позвоню, спрошу, возьмет он бесплатно вас лечить или нет. Она позвонила мне. Я сказал, возьму. Если та стоит на улице, я говорю, я беру, все. Вот, пускай приходит туда-то, все, мы лечим этого человека. И что вы думаете? Она не пришла. Она пообещала, все договорилась, обняла там мою жену. Все, не пришла. Дальше продолжала стоять на этом месте после того, как она ушла. Она просто зарабатывала наглым образом деньги. Очень редко женщина, которой нужна операция, будет стоять на улице и просить милостыню. Понимаете? Для этого надо перешагнуть очень серьезный психологический барьер. Обычно такие женщины просят у родственников, у друзей. Они могут просить в храме, где угодно, но только не на улице. Если человек стоит на улице, это значит, что он уже преодолел определенный барьер психический. Понимаете? Эта барьера означает или очень сильная паника как бы у него внутри, но тогда человек встает на улицу, и это очень сильно видно. Понимаете? Ему очень неудобно там стоять. Он где-то в сторонке стоит, и как бы он просто думает, подойдите ко мне кто-нибудь хотя бы. Он не лезет вот так вот посреди там, как у нас в Москве, посреди метро встает, там плакат вперед и понеслась. Помогите! У них определенный тип лица уже выработан. Они, понимаете, в этой эмоции очень сильны. В эмоции страдания. Такие страдают изо всех сил. Это очень четко видно человеку, который это все изучал. Очень редко из этих людей бывают те, которые действительно собирают деньги на операцию. Лучше давать деньги просто тем, кто хочет кушать. И проверить это очень легко. Булочку в салфане кинули и смотрите. Человек отблагодарил вас, булочку взял сразу, хочет кушать. Когда человек хочет кушать, он раз сразу берет и смотрит, понимаете, вот так. Я вам уже рассказывал, как мне на последней лекции дали конфеты с яйцами. Я яйца не ем. Думаю, куда конфеты девать? Пошел, пошел. Думаю, надо же. Я не могу выбросить просто эти конфеты. Должен кто-то съесть их. Мне же подарили. Я пошел, пошел, смотрю, пьяная женщина, нищая, стоит и ругается на всех. Матом всех кроет, все мимо проходят. Она, ну, как нищая, там она милостыня, там что-то стоит, там какой-то, этот она куда складывать милостынь. Она ругается, видно, обидели ее. Я подошел, ей конфеты сую, она такая, опа, такая, смотрит на конфеты такая. И на меня, на конфеты, на меня. Она такая в шоке, в полном. И конфеты раз, сразу. И такая, видно, голодная. Я пошел. Сразу было видно, что человек, во-первых, удивился, она ругаться перестала. Потому что для нее так неожиданно. Она, когда ругается, обычно никто не жертвует. Когда жертвует, она не ругается. Она ругается и пожертвовали. Вот, и она взяла, по-другому взяла. Не так, типа там конфеты сунула и дальше пошла ругаться. Нет. Она удивилась, как бы, и успокоилась сразу. Я приведу пример. Я видел, как происходит один случай. Видел один случай, я вам расскажу. Один человек приходит, как бы, к соседу звонит. Тот открывает, он говорит, по-доброму очень. Дай, пожалуйста, на бухло. Так надо. Не могу жить. Надо выпить, умираю. Помоги. Я тебе верну. Что нужно сделать? Сосед. Отношения портятся, если ты не даешь. Что нужно сделать? Вот знаете, как он сделал? Он говорит, заходи. Говорит, заходи. Пойдем за стол. За стол его пригласил. Как у тебя жизнь? Ну, так вот тяжело, все плохо. На, вот я тебе возьму, покушай. Да не хочу я кушать. Ты пришел ко мне, уважаешь меня? Чуть-чуть покушай. Раз покормил, чуть-чуть тот поел. Говорит. Люблю я тебя, сосед. Хороший ты человек. А этому на бухло тебе не дам. И гратируешь, и спортишься от этого. Все, он больше никогда не звонил в эту дверь. Сила нужна, чтобы так себя вести. Сила внутренняя. Но это гарантия. Дайте что-то человеку. По-доброму отнеситесь. Поговорите с ним. Простите его. Но денег никогда не давать. Не портите человека. Дали денег, испортили отношения. Родственникам не давать денег. Дали деньги, разрушили отношения с родственниками. Все. Потому что они, когда деньги берут, дальше отдавать свои приходят. Сберешь чужие, отдаешь свои. А своих мало всегда. Все. Родственнику, да, отдам попозже. Чувак, какие проблемы. Он же родственник. Все, отношения портятся. А он к тебе не придет, ты к нему не придешь. Деньги давай родственнику. Просто вот сколько можешь, дай. И забудь про них. А если постоянно мучаешь, скажешь, больше не дам. Честно скажи, больше не дам. И он уже не придет больше. Тоже. Все, отлично. Честно, сколько можешь, дай. Не можешь, скажи, не дам. Родственник. Нормально. Дал взаймы, испортил отношения. Все. Кому-то взаймы можно отдавать. Только очень развитому человеку. Мы одному наставнику недавно дали взаймы. Он отдал. Отношения не испортились, потому что он очень сильный, серьезный человек, развитый. Никогда одному хорошему человеку недавно тоже вздали взаймы. Он еще не отдал, знаю, он точно отдаст. Очень развитый человек. Не буду называть кто. Но очень хороший. Я верю, что он отдаст. Проблемы будет. Только так. Если обычный человек попросил, не надо отдавать. Это опасно. Разрушите отношения. Спасибо.